МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях семи дней мы расскажем на Брянской губернии. В студии Артём Сухоломкин. Здравствуйте. Первая неделя зимы стала щедрой на снег. На события и на достижения Брянской области, которые были отмечены на разных уровнях. 5 декабря в Международный день волонтёра президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии «Доброволец России-2018» вручил главную награду уроженцу Брянской области Антону Коротченко. Он стал волонтёром года. Но я уверен, что этой статуэтке достоин каждый волонтёр, присутствующий здесь или сейчас, помогающий кому-то в другом конце страны. Ведь всё, что мы делаем, это ценно и важно. Антон правильно сказал. Этой статуэтке достоин каждый из вас, и тех, кто в зале, и тех, кого с нами нет. Потому что всё волонтёрское движение невозможно погрузить сюда, в одно даже очень крупное помещение. Поэтому, поздравляя всех вас с Днём волонтёра, поздравляя вас всех с вашими личными результатами, хочу задать риторический, наверное, вопрос. Будем продолжать доброе дело? Да! Спасибо! Волонтёр года Антон Коротченко – выпускник 46-й Брянской школы. В прошлом КВНчик, а сейчас ординатор Смоленского государственного медицинского университета. Будущий нейрохирург. Престижное звание молодой человек получил благодаря проекту «Здоровое село», который основал сам. Мы выезжаем в бригаду волонтёров, волонтёров в социале, врачей, студентов, ординаторов, сотрудников университета. Всего, малая города. Проводим комплекс образовательных и демиологических трагедий. В цель лекции по психологическим значимым заболеваниям. Проводим большое обследование населения, используем современное демиологическое оборудование. Работаем с молодёжью, проводим мастер-классы. Сегодня в команде Антона Коротченко около 400 единомышленников. Проект «Здоровое село» реализуется уже на протяжении двух лет. За это время волонтёры-медики успели побывать в 30 населённых пунктах – Смоленской, Калужской и родной для Антона Брянской области. На трёхдневном международном форуме «Брянская область» представили 28 добровольцев. Мастер-классы, дискуссии, встречи с известными спикерами. Программа насыщена и разнообразна. Кульминация не только форума, но и всего уходящего года. Объявленного годом волонтёра «Большой концерт». Его участниками стали больше 300 лучших брянских добровольцев. Программа была очень насыщенная, очень интересной, увлекательной спикеры. Я получила такой заряд энергии и мотивации на движение вперёд и создание своего волонтёрского проекта. И этот форум действительно вдохновляет людей на великие свершения. Для себя мы, например, явно поняли, что нужно открывать направление для людей старшего и пожилого возраста, молодой душой. Для Брянского молодёжного центра это направление действительно очень актуально и интересно. За этот год количество волонтёров осложено практически в три раза. И количество волонтёров в нашей области постоянно растёт. И неравнодушных к различным проблемам, различного характера становится всё больше и больше. В зале царит необычайная атмосфера. Ребята наполнены какой-то жизненной энергией, которая бьёт ключом. А накануне в концертном зале «Дружба» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое закрытию Года добровольцев в Брянской области. На него пригласили представителей благотворительных фондов и ассоциаций, студенческих волонтёрских отрядов, общественных организаций. Именно благодаря этим людям мы с вами живём под миром, чистым небом. Именно благодаря им, все те, кто имеет какую-то мысль о том, что можно что-то сделать с нашей Родиной, всегда вспоминают о Дмитрии Донском, о Кутузове, о Жукове, о Постоялке, о Журавлёве, о всех тех, кто в сооруженных руках защищал нашу Родину. Нам с вами остаётся хранить это и всегда понимать, что все жертвы, которые понесла наша страна, а не для того, чтобы вы жили мирно, дружно и помогали друг другу. Я от имени губернатора Брянской области Александра Васильевича Магомаса благодарю вас всех, кто находится в этом зале, кого нет сегодня здесь, но всех тех, у кого доброе сердце и готовность всегда прийти на помощь тем, кому эта помощь нужна. От нас не убудет, если мы улыбнёмся, если мы подадим руку, если мы скажем хорошее, доброе слово нашим ветеранам, нашим родителям, о которых мы иногда забываем, потому что они нас любят и кажется, что это будет всегда. Добрее к людям и действительно это добро вернётся к нам. Я ещё раз хочу выразить каждому из вас огромное спасибо, потому что всё, что вы делаете, это вы делаете для тех, кто вас окружает и для себя. Огромное спасибо. В том же духе продолжайте всё это делать и дальше. И тогда у нас всё будет вообще хорошо. Лучших работников сельского хозяйства и руководителей крупных агропромышленных комплексов наградили в Брянском аграрном университете. На торжественном мероприятии, посвящённом Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, собрались лидеры отрасли. Высокие награды получили те, благодаря кому развивается экономика региона. Собираются рекордные урожаи. Брянская область показала, что сельское хозяйство может быть прибыльным, привлекательным для молодёжи, мощным драйвером экономического роста. Благодаря нашим совместным усилиям мы готовы обеспечить национальные цели развития Российской Федерации на ближайшие 6 лет, поставленные президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путином в майском указе 2018 года. А именно создать обрабатывающей промышленности и в промышленном комплексе высокопроизводительную, экспортно-ориентированный сектор на основе современных технологий и с высококвалифицированных кадрами. Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте выросла с 7 до более чем 17%. Увеличилось производство зерна, мяса, сыров. А по производству картофеля Брянская область – лидер в стране. В этом году в хозяйствах региона собрано около 2 миллионов тонн зерна. Мясо производится в 4 раза больше региональной потребности. Рекордсмены – не только сельхозпредприятия, но и работники отрасли, благодаря которым удается достигать столь высоких результатов. О сей душе благодарю всех комбайнеров и назову имена наших рекордсменов. Медьков Дмитрий Александрович, который намолотил 8 370 тонн зерна. Буравлёв Александр Викторович, из его дружбы Брянского района, 7 580 тонн зерна. И Мохотин Сергей Александрович, также из дружбы, 6 400 тонн зерна. Вы знаете, когда я читаю эти цифры, вспоминаю свою молодость, когда я начинал работать в сельхозе Берновическом, где намолот зерна было не больше 3000 тонн, а комбайнов было больше 20. То есть сегодня один комбайнер на российском комбайне Тором 750 намолотил в 3 раза больше, чем самый крупный сельхоз тогда в Брянской области. Глава региона наградил лучших сотрудников и руководителей сельхозпредприятий. Вручены серебряные медали за вклад в развитие агропромышленного комплекса. Впервые прозвучали имена заслуженных работников сельского хозяйства Брянской области. Благодарственным письмом президента Российской Федерации награжден Георгий Лобус, генеральный директор агрофирмы «Красный Октябрь». Я думаю, что это не то, что вот получили в этом году и на этом остановка. Я думаю, что Брянщина в этом плане, на половине пути, а большие, дальнейшие достижения Брянщины, наших людей, нашего народа, нашего руководства, это завтрашний день. Я всех поздравляю вас с праздником, здоровья, добра, счастья, благоденствия вам, вашим семьям. В первую очередь, это заслуга людей. В первую очередь. Это благодаря труду, труду наших сотрудников, которые с душой относятся к своей работе. На сегодняшний день наших два предприятия наполотили больше 80 тысяч тонн зерна. Ну, то есть, если сравнивать, как бы, наверное, среди крупных предприятий, то мы одни из крупных, если объединить два района, два предприятия. Ну, и, как бы, несмотря на засушливое лето, мы получили хороший урожай подсолнечника. Лучшим районом признан Стародубский. Приз от губернатора «Золотой колос» в этом году получили три крупных предприятия. «Колхоз Прогресс», «Бежицкий хлебокомбинат» и «Меленский картофель». Это совокупность нескольких, так сказать, факторов. Определенная система, то есть технологии, современные средства защиты растений, современная техника, навигационные системы, схема обработки, применение удобрений, современных семян. Ну, и, соответственно, это все будет работать только при хорошо налаженном и слаженном коллективе. Особое внимание в праздничный день, конечно, простым работникам сельского хозяйства. Комбайнеры, ветеринары, операторы машинного доения, зоотехники, агрономы получили почетные грамоты, медали, благодарственные письма и ценные подарки. Брянщина действительно сегодня делает рывок. Сегодня дни поля проходят на территории аграрного университета. Это авторитет университету, но самое главное, что наши ребята, которые учатся в этом университете, видят, как надо заниматься сельским хозяйством. Награды за успехи в развитии сельского хозяйства и рекордные урожаи. В этот день получили десятки работников агропромышленного комплекса. На будущий год предприятия ставят перед собой новые задачи. Увеличение посевных площадей, внедрение новых технологий, приобретение современной техники. А это новые успехи и новые достижения аграрной отрасли Брянщины. И вот как раз то самое достижение, о котором я говорил в начале программы. Просто факт. Брянская область заняла первое место в ЦФО и второе в России по поголовью скота. Только за последние три года поголовье КРС в регионе увеличилось на 12%. Сейчас это 500 тысяч голов. В основном такие показатели успех крупных предприятий АПХ «Мираторг», агрохолдинга «Охотно» и других. Росты в молочном скотоводстве. На торжестве, посвященном Дню работника сельского хозяйства, глава региона Александр Богомаз отмечал, за четыре года производство скота и птицы выросло почти в два раза, а прирост молочной продукции более 40%. Свидетельство и удостоверение вручили народным мастерам Брянской области. Торжественная церемония прошла в региональном департаменте культуры. Список народных умельцев пополнился и новыми именами. Еще четверо мастеров получили свидетельство о присвоении высокого звания. Ваше творение – это наглядное проявление всей истории нашей страны. Прекрасной истории, замечательной истории. И очень-очень здорово, что вы сохраняете народные традиции и делаете нас лучше, добрее, улыбчивее. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин говорит, что культура – это основа национальной безопасности нашей страны, ибо именно вы сохраняете наше, родное русское. Брянские евреи отмечают веселую хануку. Праздник свечей, как его еще называют, продлится 8 дней до 10 декабря. Самый важный момент зажжения свечей прошел в Доме культуры Советского района. Теперь в течение 8 дней в домах каждый вечер евреи зажигают специальный светильник – ханукальную минору. Защитив меня от имени губернатора Брянской области Александра Васильевича Магамаза поздравить вас всех с праздником хануки. Праздник отмечается в разные дни, но неизменным остается то, что он отмечается в декабре. Отмечается очень-очень-очень давно, и это еще раз показывает о том, что вы верные хранители традиций и культуры. В Брянской области сложились хорошие, замечательные отношения с иудейской общиной. Мы постоянно общаемся, мы постоянно слышим и слушаем друг друга. Вообще в Брянской области проживают представители 142 национальностей, действует 14 объединений по национальному признаку. И слава Богу, слава Богу, все у нас спокойно, потому что мы понимаем, и все жители понимают, что величие нашей страны зависит в первую очередь от мира, согласия и взаимопонимания между всеми народами, которые проживают в нашей Великой России. Я желаю вам всем всегда оставаться такими добрыми, готовыми всегда пойти на выручку друг к другу. И хочу пожелать нам всем, чтобы у нас в жизни было больше возможностей делать хорошие, добрые дела. Один день, шесть площадок, больше 500 спортсменов. Уникальное соревнование состоялось в городе Фокино. Спорткомплекс «Триумф» провел шестые юношеские игры боевых искусств. Вперед, вперед! Вот, отлично! Сава, бей! Бей, Сава! Очень здорово, что такие мероприятия проходят. Сегодня мы все стали свидетелями открытия и начала соревнований брянских юношеских боевых игр. Я вот сейчас вместе с вами тоже посмотрел на показательное выступление. До сих пор не понимаю, как они это делают. Но понимаю, что наши спортсмены самые сильные, самые выносливые. И вот эти вещи надо больше, чтобы у нас больше было детей приходило и занималось различными видами спорта. Это отличный пример, потому что кроме физического воспитания это и духовно-нравственное, чувство коллективизма и все только положительное качество. На этой неделе 15 трубчевских сирот получили ключи от квартир. Специально для них в городе построили целый дом. В квартирах есть все для комфортной жизни. Очень этому рада, очень довольна, благодарна очень большой президенту Российской Федерации, что таких детей, как я, имеется большая поддержка, социальная поддержка. Также благодарны мы и Брянской области. В начале жизненного пути жизнь сложилась так, что не все, слава Богу, но государство, губернатор Александр Алексеевич Богомаз, правительство области совместно с администрацией Трубчевского района делают все, чтобы поддержать вас в начале жизненного пути. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем, и задача стоит в ближайшие годы, в ближайшие годы по выделению денежных средств для того, чтобы очередь в целом была ликвидирована и по Брянской области, и по Российской Федерации. Только за последние пять лет в Брянской области выделен миллиард 300 миллионов рублей на покупку жилья для детей-сирот. В преддверии Нового года новоселье отметили и в Клинцах. Ключи от новых квартир детям-сиротам вручили руководители области. Экономика растет, бюджет наполнения наполняется с каждым годом. Принятые на следующий год бюджет профицитный, то есть не дефицитный. Это все дает возможность решать социальные проблемы. Если до 2014 года на приобретение жилья для детей выделялось незначительное количество средств, то с приходом Александра Васильевича Богомаза губернатором ситуация кардинально изменилась. Эмоции сегодня переполняют, очень рада и все очень нравится. Квартира новая, в новом доме. Так что мы безумно счастливы. Строительство нового детского сада ведется по улице Новозыпковской в Фокинском районе Брянска. Сдать объект застройщик планирует уже летом ко дню защиты детей. На месте строительства оперативное совещание. Председатель областной думы, мэр и глава Брянска лично знакомятся с ходом работ. По заверениям застройщика новый детский сад сдадут в эксплуатацию уже летом ко дню защиты детей. Предусмотрено и озеленение вокруг дошкольного учреждения. Дети – это наше будущее, поэтому любая власть должна заботиться в первую очередь о социальной сфере. Вот это пятый садик, который мы сегодня закладываем фундамент на территории города Брянска. Город Брянск, я всегда говорил и повторюсь, это лицо нашей области. Это половина области, можно сказать, город Брянск по числу населения. Помимо этого, в Брянске возводят еще четыре детских сада. Строительство двух в районе старого аэропорта и по улице Флотской вышло на финишную прямую. А тот, что по улице Романа Брянского и пристройка к детскому саду Светлячок Бежицкого района пока на начальном этапе. Но бригады задали хороший темп. Вот эта тематика обеспечения наших самых маленьких жителей местами в детских садах, она очень важна для наших жителей. И, конечно, мы уделяем большое внимание, в том числе и контролю за качеством производства работы, за сроками производства работы. Здесь постоянно проходят оперативные совещания. И если от властей что-то зависит, то мы эти вопросы решаем. Новый облик старого парка. В преддверии наступления календарной зимы жители Фокинского района получили долгожданный подарок. После реконструкции открыт парк культуры и отдыха с железнодорожников. Все работы выполнены в кратчайшие сроки. Мы вот эти проекты будем делать. Я уже сказал, что мы в Москве по линии партии «Единая Россия» защитили на 6 лет 2 миллиарда 400 миллионов. И городу Брянску мы будем уделять особое внимание. Нам надо осваивать каждый год по 400 миллионов. И нам надо сегодня в зимний период подготовить документацию, чтобы весной проторговать и в летний период качественно делать эти объекты. Это благодаря вам здесь начался и закончился ремонт. О! Хороший знак! Значит, Фокинский район будет продолжать преображаться при поддержке партии «Единая Россия», при поддержке губернатора Брянской области выделяются огромные средства на благоустройство наших общественных территорий и дворов. Вы этого долго ждали, об этом много говорили, просили власть о том, чтобы сделали эту работу. И мы вместе с вами благодаря строителям сегодня видим. А в Трубчевске благоустроили Красноармейскую площадь и городской парк. Мне больше всего понравилась футбольная площадка. Мы сколько здесь прожили, у нас такой красоты не было. Есть где нашим внукам погулять и порезвиться. Нашим детям хоть есть, где будет рядом возле нашего дома пятиэтажки погулять. Во дворе у нас такой горки нет. Эта программа будет продолжаться. Она второй год на Брянщине показала свое действие. Вот по 300 миллионов выделяли мы каждый год, а на все последующие годы еще четыре года будет выделяться по 400 миллионов рублей. На этой неделе в Сече Дубровского района торжественно открыли отремонтированный дом культуры. Это уже второй ДК, который благоустраивается по проекту культура малой родины в Дубровском районе. В 2017 году текущий ремонт был произведен в Пеклино. В этом году на Сеченское учреждение культуры было выделено больше полутора миллионов рублей. На эти средства подрядчики отремонтировали кровлю, сделали навесной потолок, заменили окна, на пол уложили плитку, полностью заменили освещение, установили новую сцену и не только. От имени губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза, регионального отделения партии «Идемия России», которое возглавляет у нас Владимир Иванович Попков, поздравляю вас с открытием обновленного Дома культуры в поселке Сечен. Наш губернатор Брянской области Александр Васильевич Богомаз поддерживает любые проекты, которые касаются вообще развития нашего региона и, конечно же, развития культуры. На этой неделе в Брянске открылся новый диализный центр. Медучреждение соответствует европейским стандартам. Его ресурсы позволяют принимать до 100 пациентов. Ввод в эксплуатацию центра позволит повысить доступность заместительной почечной терапии для жителей Брянской области и создаст определенный резерв мест для проведения этого вида заместительной терапии. У нас 65 таких центров по стране. Я думаю, что этот будет центр в Брянске. одним из лучших. Мы готовы делать нашим больным самое современное предоставлять лечение в виде гемодиафильтрации онлайн, гемодиализа, перитениального диализа, при необходимости острых процедур. И, конечно, мы будем работать в тесном сотрудничестве с нефрологами и руководителями других отделений и центров вашего замечательного города. Действительно, это очень важная тема для здоровья наших жителей. В настоящий момент на территории Брянской области существует, работают 89 аппаратов искусственной почки, которые могут себе позволить оказать помощь 416 пациентам с хронической почечной недостаточностью. В настоящий момент более 330 пациентов проходит такое постоянное диализное обслуживание. И мне очень приятно, что сегодня мы открываем новейший центр, который оборудован по современным медицинским стандартам, где есть 20 аппаратов искусственной почки, которые позволят нам порядка 100 пациентов предложить услуги по данному направлению. На этой неделе Брянск отметил памятную дату день неизвестного солдата. Она была установлена в честь павших героев Великой Отечественной войны. Спустя десятилетия списки неизвестных солдат сокращаются. Так, в памятную дату на советском кладбище Брянска перезахоронили останки без вести пропавшего офицера. Вносят государственный флаг и копию знамени победы. Это подчеркивает статус памятной даты. Какими бы жуткими не были потери красноармейцев, список безымянных солдат становится короче. Останки Петра Захаренкова обретут покой на советском кладбище. Поисковики нашли лейтенанта под Житомиром. Совсем недавно мне позвонили. Я была в магазине. Мне там чуть плохо не стало. Я чуть сознание не потеряла. Потому что женщина позвонила и говорит мы нашли вашего папу. В память о Петре Захаренкове его потомкам передают личные вещи и часть обмундирования, а также медаль шагнувшая в бессмертие. С воинскими почестями и молитвами останки красноармейца предают земле. 12 декабря в России в 25 раз отметят День Конституции. Самое главное место защиты прав человека прокуратура. Это, пожалуй, единственный государственный орган, куда человек может прийти с любой бедой, будь то финансовые махинации или банальные бытовые разногласия, отключение электроэнергии в квартире или обман так называемыми строителями финансовых пирамид. Историки говорят, что первый генерал-прокурор Российской империи Павел Ягужинский был вторым самым влиятельным человеком после Петра I. И в преддверии Дня Конституции у нас прокурор Брянской области Александр Петрович Войтович. Александр Петрович, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Прокуратура, в том числе и Брянской области, действительно на страже Конституции Российской Федерации. Александр Петрович. Я хочу всех поздравить наших жителей и вас в том числе с 25-летним созданием основного закона Конституции Российской Федерации. Действительно, 19 декабря будет 25 лет, как мы ее приняли и по ней живем по сей день. Про Ягужинского спасибо, что напомнили мне. Для чего создавалась прокуратура? Создавалось, чтобы законы Сената соблюдались всеми, в первую очередь, чиновниками, которые входили во властные структуры. Это первая была их функция. Вторая функция борьба с коррупцией как в самом Сенате, так и в тех, так сказать, руководстве аппарата Петра Первого. Две главные функции, которые тогда были заложены в основу создания нового, такого большого конституционного органа. Мы с этой задачей справились, и сегодня мы живем в относительно спокойном мире у себя в России. Мы говорили о том, что прокуратура это место для любых обращений практически. Какие самые резонансные в этом году бы вы отметили и какова тенденция по обращениям? Права и свободы человека это высшая ценность любого государства. Мы смотрим, как соблюдаются права человека на труд, пенсионное обеспечение, особенно для той категории населения, которая нуждается в защите. Это дети-сироты, это инвалиды, это старики, это получение зарплаты своевременно. Очень много у нас обращений, практически процентов 60, это уходит по вопросам ЖКХ. Проблемы большие были у нас в уже уходящем году. Это проблемы с обманутым, как мы их пока не называем, обманутые, никто их не обманет. Мы добьем до конца, и я думаю, что в этой области у нас работа поставлена наиболее слаженно, чем в других аргументах российских операций. Здесь с губернатором вы работаете. Конечно. И губернатор уделяет этому внимание вопрос большой. По вашей инициативе принят закон, запрещающий выплату пенсии за счет областного бюджета лицам, замещавшим госдолжности Брянской области и совершившим преступления. Вот как рождался этот законопроект? Какие были цели? Были ли препоны, сложности при его принятии? Ну, вы знаете, сначала, если пойти в историю, вы помните, с моим приходом, мы стали заниматься теми большими пенсиями, которые получали наши чиновники. Только прямые доплаты доходили до 200 тысяч рублей. Но вы видите, это неразумный предел, разумеется. Да, и мы потом губернатор, депутаты закладки нашего органа Думы областной в принципе решили, что предельной суммой будет 40 тысяч рублей. Мы пошли дальше, посмотрели, что у нас много лица, которые у нас находятся под стражей. А первый, кто попал в наше поле, это был, ну, не безъестественный депутат, законопроект Тюрин. Находясь в СИЗО, он получал доплаты как депутат. Да. Мы решили лишить этих доплат, когда человек уже нарушил закон, находится под средством, не занимается депутатской деятельностью. Депутат нас поддержали, закон этот прижился, он вошел, так сказать, в название среди нашего населения, среди депутатского корпуса, как закон Тюлина. Мы пошли еще дальше, значит, те лица, которые из чиновников за коррупционные преступления находятся в местах нескольких отдаленных, лишаются этих доплат. Вот, недавно, буквально на сессии, этот закон по нашей инициативе был принят. А всего, используя свое оконистическое право вносить законопроекты, нами принято за последние три года около 20 законов, которые регламентируются и принят депутаты. То есть, с ЗАГС-собранием хорошая связь и хороший контакт, насколько я понимаю? А тут, мы, во-первых, все законы, которые они принимают, законопроекты, вернее, они проходят у нас экспертизу, мало того, наши, мои помощники, начальники отделов по отраслям, право, как мы их называем, они активно работают в рабочих комиссиях, в группах депутатских, и мы уже на гора, на подпись, значит, руководства области уже выносим нормальный, подготовленный законопроект. Мы сегодня в ГОО-круге один из лучших, потому что экспертизу сегодня любой закон, он еще просматривается и в полупредстве, смотрится, и в Генпрокуратуру Российской Федерации, то есть они смотрят и к нам замечаний вот за 3,5 года, как я здесь, к нам не был. В этом году впервые суд присяжных заработал уже на уровне районного суда. Как эта практика себя показывает суд присяжных? Пока, говорит, о практике у нас рановато, если на уровне областного суда, в принципе, мы можем, практика, но сейчас законодатель такую норму вел, что и районные суды будут рассматривать. У нас пока одно такое дело есть. Наибольший резонанс вызывают дела коррупционной направленности, когда дело касается чиновников, поставленных лиц. О каких резонансных делах вы бы вспомнили? Мы никогда ничего не скрываем. Я всегда говорил, что когда совершили следы, мы и в рамках, когда дело возбуждались, и мы давали информацию, следственные комитеты давали, у нас было зарегистрировано вот за на сегодняшний день 182 коррупционных преступления. По черту взяток, 48 взяток, мы идем в ЦФО на третьем месте, на 48, для сравнения. Калуга 6, фактов получения взяток Орел 24, Смаринс 32, Курс 43, Брянск 48. У нас какие дела бы? Замглавы городской администрации Зубов осужден на три года. Реально. Большое дело, вы знаете, было в прошлом году по гаишникам, да? В том числе начальник, замначальника УГБД, Лепетюха, и ряд его сотрудников этой службы, фактически весь батальон в ГИБДД, да, ФСБ поработало, да, да, они там пошли и получили реальные сроки, естественно. Начальник отдела управления имущественных отношений Брянской области Поспелов в решении сферы кадастрового оценки объектов имущества. Был его дело возбуждено, расследуется. Не безответственный зампредседатель Брянской областной думы Гопиенко Юрий Петрович за получение взятки в размере 240 тысяч рублей от руководителя одного из коммерческих структур. Он, что касается Гопиенко, дело у нас уже закончено, он знакомится с материалами Голланды, он его защитник, и я думаю, что где-то первым годом мы быстро его закончили, дело пойдет в суд. Громкое дело, которое идет на стадии окончания, это председатель адвокатской палаты Новиков. Вы знаете, в этом году мы громкое дело возбудили по руководителю департамента образования города. Управление. Управление города, да, да, за получение взятки за сдачу ЕГЭ. Последник уже осуждено, главный фигурант, она тоже уже на кончание, будет знакомиться с материалами Голланды. Тоже перед Новым годом, я думаю, мы в суд направим. То есть для всех урок? Да, для всех урок, я думаю, люди стали понимать, что здесь, я всегда говорю, что для этого ищу-ка в возле, чтобы, так сказать, красный дремал, то есть что мы работаем, что, ну, как Высоцкий пел, коль веревочки не везет, а всегда придет конец, да. Всегда когда-то где-то ошибется человек, не может так не ошибиться. Но для этого, наверное, и существуют и фискальные органы, которые этой работой занимаются, и уже дело доходит до суда. Нам приходят, мы изучаем, если есть основания, я подписываю на правом суды. Александр Петрович, спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Всегда рады Вас видеть на Брянской губернии. А нашим телезрителям, я напоминаю, сегодня гостем на Брянской губернии был Александр Петрович Войтович, прокурор Брянской области. Спасибо. Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной. 11 декабря, во вторник, депутаты Брянской областной думы примут уточненный бюджет. Уже на сегодня известно, что он будет больше, как минимум, на 5 миллиардов рублей за счет того, что наша исполнительная власть качественно и грамотно подготовила программы. А они позволили войти региону в национальные проекты и привлечь федеральное финансирование. Какие, куда и сколько, не сомневайтесь. Брянская губерния расскажет и об этом, и о других новостях региона. Смотрите нас. Всего хорошего. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин